Дешевый хайп на острой теме. Чиновники из Министерства экологии объяснили, в чем несостоятельность скандального антирейтинга Челябинской области. Накануне топ грязных и чистых городов опубликовала директор фонда поддержки и развития природоохранных проектов наш фонд. Уже после Ольга Лакустова заявила, что оценивала информацию, взятую в интернете. Вообще экологических рейтингов существует огромное множество. Периодически в них фигурируют разные аутсайдеры. То Красноярский край с его Норильском, то Новокузнецк или Омск. Мои коллеги попытались разобраться в ситуации. Все подробности прямо сейчас. Российская газета опубликовала статью, в которой Челябинск и Магнитогорск были названы самыми грязными городами России. Автор материала ссылается на информацию, полученную от директора фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов наш фонд Ольги Лакустовой. Эта скандальная статья моментально разошлась по сети. Мы связались с руководителем фонда, чтобы узнать, на основе каких данных она сделала такой вывод. И здесь открылось много интересного. Ольга Лакустова заявила, что оценивала информацию из общих источников, взятую в интернете. В объективности данного исследования засомневались и специалисты Министерства экологии. Ведь при общей оценке важно учитывать не только уровень выбросов в атмосферу. Экологическое благополучие любой территории определяется по множеству критериев. Учитываются показатели чистоты воздуха, воды и количество свалок. В данном случае, если у этого рейтинга есть объективные основания, то мы могли бы посмотреть, какие именно проблемные моменты выделены в непосредственно нашем регионе на основании этого рейтинга. К сожалению, данной информации нет. Первоисточники нам не предоставлены. Южноуральцам стоит обратить внимание на официальные отчеты главы Росприроднадзора Светланы Родионовой. Согласно исследованиям ведомства, самыми загрязненными территориями в России специалисты определили Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский край. Далее Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край. Заметьте, нет даже упоминания о Южном Урале. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там 1,8 миллиона тонн в год. Это 11% выбросов по России или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны. В Череповце уровень выбросов в атмосферу 280 тысяч тонн, 1,7% выбросов по России. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк. 278 тысяч тонн или 1,6%. К тому же Челябинск и Магнитогорск входят в число 12 городов страны, где реализует федеральный проект «Экология». Стоит отметить, что по показателям всех четырех лет южноуральские города ни разу не попадали на первые строчки антирейтинга.